Этим можно любоваться вечно. Вы мне там писали картина акварелью. Действительно, картина акварелью. Очень красиво. Самые главные окна выходят у нас на восток, а это значит восход солнца. В общем, это просто замечательно. Ну что, Лёшенька, дело движется, да? Нет, это только начало. Алексей Дмитриевич. День-то только начало. Вы в своем костюмчике суперском. Он так идет, я вам хочу сказать. Ага. Да. У меня страна. Посмотрите, какая тоненькая подложка нужна под этот. Она не только тоненькая, она плотная. Она другая, она другая вообще совершенно. Видите, какая толщина? Здесь, ну, наверное, полтора миллиметра, может быть, два. Нет, полтора. Полтора, да? Я все-таки права оказалась. Вот, подрезал Алексей Дмитриевич вот здесь вот. Видите, чтоб вошла эта подложка, потом вошел кварц винил. Пришлось здесь немножечко попахать. Вот. Так, отходи туда. Да. Я понимаю, я тебя контент у нас сделаю, а мне работать надо. Ну, конечно, Алексей Дмитриевич, я не против. Ну, только не так строго, ладно? Я суров, но справедлив. Я тоже, я-то тебя знаю, а люди не поймут, скажут. Ух, какой, ух, какой. Да, я такой. Вот. А ты что сейчас делаешь? Ты сейчас скотчем это все склеиваешь. Видите, не просто положить, а склеить скотчем, чтобы все лежало плотно, никуда не двигалось. А потом будем стелить кварц винилы. Как же не хочется быстрее на это посмотреть. Леша, кстати, вчера приехал, он же еще не видел эти обои вживую. И говорит, Лена, они по видео смотрятся совершенно по-другому. То есть, вживую эта красота красивая. Вот. Не могу, не знаю, как донести до вас эту красоту. Но мне они очень-очень нравятся. Вот. Ну, пока здесь только вот эти дела. То есть, раскладывается подложка. Мы не будем убирать линолеум. Так будет, наверное, теплее. Там сейчас начнутся комментарии. Надо было убрать. Надо было это сделать. Это будет там какая-то ерунда. Друзья, мы сделаем вот так. Сразу как бы опережая ваши комментарии. Потому что мы так решили. Потому что нам так нужно. В общем, кладем на линолеум. И Лешек склеивает. Вот так вот склеивает. Видите? Не только, но и с четырех сторон. Сразу четыре листа. Одним вот скотчем. Это такой небольшой мастер-класс. От Алексея Дмитриевича. Я только оператор. То есть, вот так. И потом еще все четыре листа. Одной вот этой ляпочкой скотчем. Ляпочка. Еще одно выражение. Ляпочка, да. А ляпистый ляпочка. Ляпочка Леночка. Да. В общем, друзья, потом включусь. Кстати, друзья, почему еще выбор пал окрасить стены, а не обои? Смотрите, какие здесь углы. И как здесь клеить обои вот с такими углами. Это же будет дерибас. А переделывать мы не стали. Да. Вот посмотрите. Вот здесь вот, да, расстояние. Вот. И потом, как это расширяется, насколько расширяется. То есть, это вот все неровность угла. И как здесь было клеить обои. Ну, это я вот вам к тому, что почему краска, а не обои. Еще и вот из-за этих неровных углов. Даже если выбрать обои под покраску, хотя зачем обои под покраску, если можно покрасить стены. Ну да, придется выровнять стены, я понимаю. Но мне кажется, лучше сделать это, нежели клеить обои. Ну, а у нас вот продвижение. Сейчас вот Лешик две вот эти полоски сделает. Дальше будет стелить кварц винил. И я потом вам покажу. Да, Лешик, расскажи, что кварц винил это все-таки более-менее эко-материал. Что там из чего состоит кварц винил? Ну, само название кварц винил. 80% кварца. Это песок. Да. Каменная плита. Там специальные технологии добавляются, видимо, какие-то добавки специальные. Вот, первая плиточка. Исторический момент, друзья. Исторический момент. Так что это практически экологически чистый материал. Состоящий... Вот и горючий. Да, кстати, там был комментарий по поводу ламината и... Ну, вообще, что... Короче, женщина написала, что ее сосед стелил ламинат, и выбрасывал старый. И она этот ламинат взяла и пошла печку растапливать. И вот он начал взрываться. Ну, во-первых, это вообще удивительное решение, растопить печку ламинатом, честно скажу вам. Ну, а потом и вот такой комментарий. Лена, смотрите, это горючий материал. Друзья, если уж что-то будет гореть, я не хочу произносить это слово, но если что-то будет гореть, вот ответьте мне на вопрос, какая разница, каким пламенем это будет гореть, взрываться ли это будет, либо будет гореть медленным огнем, либо синим огнем. Мне кажется, это уже потом без разницы будет. Поэтому, ну, как бы бояться того, что это легко воспламеняющийся материал, ну, совсем не стоит. Это мое мнение. Лёвушка, а где карандаш? А, вижу. Карандашик там, Лёш. Ой, посмотрите, какой красивый цвет. Забыла, дуб какой? Французский. Дуб французский называется вот этот цвет кварц винила. И это еще влагостойкий материал. Так, не отключайся, поговори. Сейчас я покажу, как это дело режется. Да. Сейчас надо только найти... Ну, я пока приостановлю. Что-нибудь подложить деревянное. Лёшик, расскажи. Значит, нужно подложить что-то, чтобы не порезать пол, да? Да. Режется элементарно. С нажимом, строительным ножом, прорезается верхний слой. А потом вот так вот берется. Вот, видите? Вот она. А потом вот так вот. У-у-у! Красава! Лёшик, ура! Аплодисменты! Молодец! Ни грязи, ни пыли. В общем, это не ламинат отрезать, да? Да. Истыкуется тоже все очень... Замковый, да? Замочек такой. Да, это замочек. Сейчас мы вот это сделаем. Ой, вообще не видно, да? Класс! Обалдеть, друзья! Посмотрите, какая красота! Здесь шов. А вот это уже пойдет обрез... Куда-нибудь... Никуда, вот сюда. Да, вот сюда. Вот так и продолжаем. Так, там отрезали, этот сюда, все понятно. А там подреза получается не будет. Супер! 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 Супер вообще! Ой, как же радостно! Так, ну ладно, пока отключусь, а то видео будет слишком длинным. В общем, я думаю, что Лешик показал очень важный моментик. Друзья, вот что уже получается. Не обходится без мыдовств. Очень сложно вот здесь вот все стыковать. На первый взгляд, казалось бы, ну что здесь такого? А здесь все сложно. Видите, как Лешик стучит? Покажи, вот здесь вот такая деревяшка. И по ней стучит молотком. Нужно прогнать вот эту штуку, одну полоску, вот туда. Я не могу это объяснить, почему так, но... Замок не защелкивается. Делали пропилы под коробкой, чтобы завести туда панельку этого. Но замок невозможно защелкнуть, потому что панелька, чтобы защелкнуть, ее нужно немножко приподнять и надавить, опустить. А тут она заходит, и поэтому вот так вот. Так что, друзья, изворачиваемся как можем, но то, что получается, это супер. И еще хочу сказать. Вот я сейчас босиком хожу по линолеуму и хожу вот здесь вот по кварцвинилу. Это совершенно разные ощущения. Это приятно ногам. Это не холодно. Но вот ощущение, если говорить, как сказать, по температурному режиму, то по линолеуму гораздо холоднее ходить. Я думаю, что теперь можно вполне ходить вообще без тапочек. Это релакс. Это неимоверный релакс. И посмотрите, какой монолит получается. Просто прелесть прелестная. Еще в чем, Лешек, расскажи, что нет практически... Мы же ничего не пилим. Он режется. Режется ножом. Я уже вам показывала. А отсюда, значит, нет лобзика, нет опилок и, соответственно, нет пыли. В общем, друзья, я рекомендую этот строительный материал, этот пол. 1150 рублей я покупала. Сейчас, извините, ламинат стоит 1500 квадратный метр. Поэтому это очень хорошее решение. И вы видите, что вот здесь будет одно пространство, то есть без порожка. Там, к сожалению, не получится у нас. Там у нас перепад высот, так скажем. Вот видите, здесь вот выше, там ниже. И тут достаточная такая высота. Но здесь не получится. И там тоже не получится. Там будут порожки. Но зато вот это пространство со спальни в гостиную, в рабочий кабинет. Вот здесь вот все будет монолитом, без порожков. Ну, а я вам хочу еще показать, что сегодня соорудила я. А я сделала здесь, конечно, бардак. Но посмотрите, какую прелесть я соорудила из вот такого китайского коврика. Просто прелесть прелестная. В общем, здесь пусечка у нас уже спит. Это очень будет красиво смотреться с новым полом. Да и вообще с новым домом. Это просто релакс. Такой вот пушистый, мягкий антистресс. Как ковер он не годится. Это скользит. Это все комкается. А вот в качестве вот такого нового чехла для компьютерного кресла. Очень даже даже очень. Вот так что еще есть вот такое. Такая моя небольшая работа. Здесь я поработала иголочкой на углах. Ну и, соответственно, зашила здесь. Можно спокойно этот чехол снимать. Даже ничего не распарывая. И можно будет стирать. Думаю, что этот чехол с легкостью будет стираться. Вот видите, как легко это все ломается, режется. Не надо пилить. Это быстро и это без пыли совершенно. Сейчас вот придется передвигать вот это основание туда. Потом стелить здесь. Потом передвигать диван. Ну, в общем, это, конечно, неудобно. Ну, а что делать? Потом эти столешницы придется перетаскивать на свое место. Видите, мы их убрали. Они вот здесь стояли под окном. Но нужно было сделать монолит. Поэтому пришлось все освобождать, чтобы был пол без порога. Вот здесь очень красиво смотрится. Даже не видно швов абсолютно. Решили выбрать именно это направление. Оно выбрано не случайно. Во-первых, свет идет оттуда. А вход у нас вот отсюда. И мы не видим. Вот это стыковочные эти места. Смотрится как монолит. Ну и, конечно же, еще причина в том, что вот здесь, чтобы совпадало расстояние. Ой, расстояние направление пол. Здесь он будет здесь также. Чтобы везде, во всем доме было одинаковое направление. Вот. Так что вот такой небольшой мастер-класс. Вот сейчас Лешик должен щелкнуть замок. Сначала мы соединяем вот этот замок. Вот здесь вот замок. Вы его не видите. Но здесь как раз вот этот замок. А потом соединяем вот этот замок до щелчка. Но там еще, как Леша говорит, нужно приноровиться и понять, как этот щелчок должен произойти. Не все так просто. Но, опять же, друзья, пока не попробуйте, пока не станете делать, ничего, конечно, не получится. Вот сейчас Лешик соединяет сначала вот здесь замок, а потом подбивает руками. Сейчас вот там, видите, тоже батарея, и, конечно же, неудобно. Вот. А потом вот сюда подбивает своими сильными мужскими руками. Сразу хочу сказать, у меня бы так не получилось. Там все-таки нужна мужская сила, чтобы... Слышали щелчок? И она опустилась. Наверное, да. Вот. И получается вот такая красота. Все. Самые сложные моменты мы прошли. Теперь просто останется идти по периметру. Ну, и будет самый... Еще один из сложных моментов. Это, конечно же, вот здесь. У Елены Ивановны теперь осталось все просто. Ну, это ей просто. Да. Вот. А я там крашу кухню. Сейчас, наверное, соберусь. Схожу в вазон. Заказала экран для ванной. Мне не нравится. Там самый дешевый экран. Потом я, конечно, вам все покажу. Не буду уже мешать все в одном видео. Но занимаюсь вот покраской кухни. И уже вот так вот это начинает вырисовываться. В общем, мне нужно купить валики и заодно сходить в вазон, получить этот экран для ванной. Друзья, вот важный момент. Смотрите. Лешик сейчас вырезает вот здесь кусочек внахлёст. Нет, не внахлёст. Эту подложку класть нельзя. Вот он вырезает. Ну, то есть там светится все. Она очень тонкая. Светится даже, вот вы видите, линолеум. Вот он лишнее вырезает. И внахлёст эту подложку ни в коем случае класть нельзя. Вырезаем так, пока она не уляжется стык в стык. Вот даже сейчас еще нужно немножечко подрезать. Так что это важный момент. Друзья, вот такая красота получается. Пока Лешик здесь работает. Я уже сгоняла вазон. Заказала вот такой экран для ванной на металлическом профиле. Вот это белое, это алюминиевый профиль. Тот экран, который здесь был, меня раздражает. И пока Лешик там работает, я здесь собираю этот экран. Сейчас буду демонтировать старый. И буду ставить вот этот новый. Вот так называется фирма Эми. 4 тысячи с небольшим отдала я за этот экран. Здесь очень хорошо ходят вот эти вот дверки. И здесь две. В общем, собираю, потом вам все покажу. Итак, друзья, прикрутила я ручки. Очень все так прилично. Все совпало. Все болтики правильные. Ножки. И сейчас пойду монтировать этот экран под нашу ванну. Покажу вам, какой здесь экран стоял. Конечно же, лучше, чем ничего. Но здесь, во-первых, неправильное крепление. Здесь все постоянно выпадает. Меня это раздражает. Все здесь такое хлипкое. Вот эти вот... Короче, все здесь, ну все здесь, все здесь не то, короче. Вот. И он установлен еще неправильно. Вот вы видите, вот он должен заходить под ванну. А вот эту щель, которая здесь образовалась, здесь нужно ее по-другому заделывать. Ну, в общем, это неправильно. Неправильная установка. Все здесь на соплях. Сейчас я все это демонтирую. И буду устанавливать новый экран. Друзья, ну что, Лешик закончил стелить пол. Устал очень. Спина болит, колени. Но сделал. Сейчас вам покажу все в таком... Порядом причин не все плинтуса поставил. Да. Вот он там комментирует. Вот здесь плинтус не поставлен. Но это потому, что сначала нужно вот здесь порядок навести. То есть наличники сделать. А потом, естественно, уже плинтус цеплять. Вот. Вот так вот. Я вам уже говорила. Единым полотном здесь все будет. Без порожка. Выведено в ту комнату. Потом, естественно, в одну сторону пойдет варцвинил и в другую. Ну, красота красивая. Вы знаете, по такому полу даже хочется ходить босиком почему-то. Вот. Ну, завтра покажу вам в дневном свете. Алёнушка. Да. Мы пьем шампанское за проделанный ремонт. Вот. Отмечаем. Завтра все вам. Все покажу. Вернее, не завтра, а в следующем видео покажу, что я буду делать дальше. Ну, а пол пока вот на этом этапе в этой комнате уже готов. Лёшек обрезал линолеум кусочек. Смотрите, что Монька с ним вытворяет. Сдерживаю смех, иначе камера трястись будет. Ну, это что-то. А эти пришли как в театр посмотреть. Смотрите. 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 Куда потащил? Куда? Вот сюда потащил. Ой. Вот сюда потащил. Ну, а дальше куда Монька? Куда Монька? Куда Монька? Куда Монька? Сидит без решеток. Смотрит. Наблюдает. Ой, потешные эти коты. Правду говорят. Без кота и жизнь не та. Тоши. Ну, мяу. Ну, мяу. Ха-ха-ха. Лёшек чикит. Что, теперь так играться будете, да, вдвоём? Друзья, посмотрите, что за окошко. Смотрите. Смотрите. Смотрите.